Пеларгонии, высаженные весной в грунт, хорошо провели лето и пора их отсюда выкапывать и соединять в один большой горшок, чтобы потом отправить в погреб. Я уже выкопаю везде, где посажена пеларгония и покажу, как буду сажать. Выкапывать нужно осторожно, не задевать корешки. Смотрите, где корневая система. Вы аккуратненько выкапываете со всех сторон. Пеларгонии выкопаны. Грунт с корешков не надо снимать. Показываю, как я их соединяю в один большой горшок. Выкопано много кустов и для всех этих кустов я приготовила вот такое вот ведро из-под строительной краски. На дно, видите, выложен пенопласт. Почему? Ну, во-первых, корешки туда будут проникать, потом вода будет проходить, но обязательно имейте ввиду, что надо делать в дренажные отверстия. Если посмотреть, я еще в прошлом году сделала и растения перезимовали у меня в погребе. Почему устанавливаю пенопласт? Ведро и так тяжелое с растениями и если пол ведра будет земли, мне будет и так тяжело поднимать, таскать, поэтому вполне хватит этого слоя земли, который я уложу. Ну, вначале я укладываю грунт, а потом покажу, как буду укладывать эти корешки. Ну, а страж этот стоит и наблюдает, как бы я чего не пропустила. У меня про это чудо. Чипа, про тебя. Есть много видео? Да? Есть, есть. Ты мой наблюдатель и мой помощник. Грунт насыпан. Теперь я пролью, чтобы увлажнить всю нижнюю часть и чтобы грунт еще прошел туда внутрь. Уже тяжелое ведро. Боже, как же я вас буду таскать. Всю вот эту охапку, действительно охапка, огромное количество, сажаю в одно ведро, потому что у меня еще ведер 10 будет с пеларгониями, которые необходимо будет установить в подвал. Все кустики пеларгонии я установила. Теперь важно просыпать грунтом, чтобы корешки были полностью накрыты грунтом. И сейчас пролью еще раз водой. Но в таком виде не оставляю. Я обрежу эти кустищи, чтобы корешкам легче было адаптироваться в новой среде. Ну и обрезаю не совсем, а так, чтобы все-таки листочки остались какие-то. Растения все подрезаны. Вот эта вся масса мне не нужна. Вот и все. Октябрь 2023 года. Да, и покажу вам остальные мои пеларгонии, которые буду устанавливать в погреб. В общем, вот эти все кусты в этих ведрах надо будет отправить в погреб. Сами понимаете, что места для дополнительных черенков у меня просто нет. Все. Если у вас столько же пеларгоний или не знаете, как их сохранить до весны, сделайте так, как сделала я. Посадите в большой горшок. Дайте возможность прийти в себя к корешкам, а потом отправляйте в погреб. Екатерина Мадола.